ПЕСНЯ В Питере пить! Этот мюзикл авторы готовили почти пять лет, чтобы в юбилейный год Петра I все выглядело грандиозно, с размахом, как любил сам император. Задействовали большую часть труппы театра мускомедии – хор и балет. На сцене одновременно работают до 50 человек. В зале тоже аншлаг. На премьеру не смог прилететь только американский композитор. Музыку для Петра Великого вызвался написать знаменитый Фрэнк Уайлдхорн. Он прослушал огромное количество русской музыки. То есть это и Прокофьев, и Стравинский, не просто там классика, совсем классика типа Петра Ильича Чайковского, но там и XX век он послушал, и Муцарского послушал. То есть, конечно, нельзя назвать эту музыку полностью русской, но в ней вот эти вот какие-то волшебные вкрапления мотивы есть, чисто русские, вот какие-то колокольные, какие-то плясовые, какие-то хоральные, безусловно, есть. Я несколько раз присылал ему, когда поют православные молитвы. То есть, на самом деле, у него был огромный к этому интерес. Авторам мюзикла удалось проследить весь жизненный путь монарха. Сильнейшим потрясением из детства для Петра стал стрелецкий бунт, а самым трогательным моментом представления – колыбельная матери. Пусть сни, сынок, Господь, стой на свой, Моя любовь твой нежный ищет. Работать над ролью матери Натальи Едиевской помогала безусловная любовь к Петербургу. В город на Неве коренная москвичка переехала четверть века назад. Когда актриса узнала, что театр готовит спектакль об основателе северной столицы, приняла вызов со всей творческой страстью. Я сидела, вот так вот смотрела на все и говорила только одно – как хочу, чтобы это получилось хорошо, как хочу, чтобы это было монументально, как сама одиозная фигура Петра. И, конечно, то, что он создал, в месте, где невозможно было ничего создать, это просто какая-то великая история этого человека и великие его деяния. Поэтому я очень люблю этот город, я считаю этот город самой красивой на всей земле. Великое посольство отправляется в Европу! За два часа на сцене вереницы эпизодов из жизни монарха. Женитьба, две коронации, любимое дело – кораблестроение, дипломатическая миссия в Европу, Полтавская битва, основание Петербурга, его разрушительное наводнение и многое другое. Артисты переодеваются по пять-шесть раз за время спектакля. Кирилл Гордеев, он сегодня в роли Петра, чаще всех меняет наряды. И микрофона у него два для подстраховки. Под софитами в гриме актер работает все два часа, практически без передышек. Ритм жизни Петра Великого требует немалых сил. Когда мы работали над гримом Петра, мы посмотрели очень много портретов. И на каждом из портретов Петр нарисован по-разному. Поэтому, каким он действительно был, у нас нет никаких видеозаписей этого человека, поэтому мы не можем со стопроцентно уверить. Мы точно знаем, что он был высокий, у него были усы, да, и он был грозный. А все остальное, я думаю, что каждый из исполнителей роли Петра будет добавлять что-то свое. Мне очень нравится Петр. Очень понравилось в начале его сестра. Вот это все. Нет-нет, пока очень гармонично, очень все вписывается и воспринимается хорошо. Легко и приятно. И как-то с гордостью определенный наш Петр, наш город. Посмотрим, что будет дальше. «Полтавская битва» – пожалуй, самый эффектный эпизод мюзикла. К постановке батальной сцены подключились опытные пиротехники, чтобы пушки грохотали реалистично, а в огне над сценой проносились ядра. «Полтава» «Тереться слава» «На газе судьба страны» «Тереть российские земли» О том, как Петр громил шведов под Полтавой, рубил окно в Европу, велел стричь бороды, пить кофе и открывать университеты, знает каждый школьник. Режиссер не пытался создать образ великого реформатора или медного всадника. Важным для Юрия Александрова оказалось другое. Для меня было важно рассказать немножко о человеке Петре, об его страданиях, об его мучениях, об его сомнениях, потому что легче всего тем, кто ничего не делает. А этот отдал себя на алтарь ради России, пожертвовал сыном своим. И в финале, полубезумный, уходя из жизни, он говорит, а может быть, я был неправ, может быть, напрасно, столько людей погибло, сыном пожертвовало. То есть не всякий лидер может так сильно оценить свой путь. Я таких аплодисментов не слышал. Столько одолжительных и громких криков и так далее. За дело, за живое. Значит, это самое главное. Полтавская битва, да, вообще замечательно, по-настоящему. Впечатлила, да. Впечатлила. Огонь, ядра, да, эти. Мне запомнился эпизод, наверное, когда мама с детками, да, укрывалась, потому что я тоже мама двух мальчиков. Вот, и для меня это, как бы, конечно, было очень трогательно. Вот, ну и, конечно, вот смартный эпизод, наверное, когда Петр Первый, вот с ней, ну, то есть любовное вот это удлиние мне тоже очень понравилось. Вот, так что прекрасно. Мне понравилось и музыкальное сопровождение, и локальные данные артистов. Очень интересный исторический акцент сделан. Зал питерской мусскомедии рукоплещет. Теркой постановкой помогали, кажется, и город, и стены. Дело в том, что здание театра было построено в начале 19 века, а в 1896 дом приобрел внук Николая Первого. Так что Романовы словно незримо посетили премьеру мюзикла Петр Первый.